Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВН в студии Татьяна Зайцева. И я расскажу вам о самых заметных городских событиях. И сейчас коротко о главном. Сотрудницы Магнитогорского металлургического комбината снялись для корпоративного календаря в компании с братьями нашими меньшими. 30 миллионов за три года Магнитогорский металлургический комбинат создаст в Сколково свой исследовательский центр. В объятиях Снежной королевы. В драмтеатре имени Пушкина прошла премьера спектакля по сказке Андерсона в исполнении танцевального коллектива «Дети-магнитки». И сейчас о бытиях и других событиях более подробно. Воспитание гармонии у женщин и собак. Примерно так, перефразируя название известного фильма, можно передать суть события, о подготовке к которому мы уже рассказывали. Речь идет о корпоративном календаре ПАО ММК, в котором славы металлургическому гиганту будут добавлять его сотрудницы в компании с собаками. И вот обе части проекта, модели, девушки и братья наши меньшие, одинаково сложно управляемые, сошлись в одном месте. Что из этого вышло, кроме фотографий в репортаже Игоря Гурьянова? С первого кадра, снятого нашим оператором, стало понятно. Будет непросто, очень красиво и в известной степени эпатажно. Так, как и должно фотографироваться на календарь. Мы даже первую фразу репортажа заготовили. В том смысле, что коридор офисного центра оглушал собачий лай. Отнюдь. Собаки были спокойнее, чем этого опасались организаторы. Поговаривают, что светильники этой фотостудии видели даже лошадь. Что там десяток собачек? Задачу останавливать коня на полном ходу перед девушками не ставили, но сложностей хватало. Во-первых, партнеры по съемкам. Далеко не каждая участница фотосессии имеет опыт общения с четвероногим другом. Во-вторых, сам процесс съемки. Если это посерьезнее, чем выложить в какой-нибудь инстаграм, то процесс фотографирования – сложная и трудоемкая работа для всех участников проекта. Собаки прекрасные, вы вообще классные, ярче. Марина, ярче. Чуть пониже, Марина, подбородок. Марина, не улыбайся, ты очень красивая. Да, да, да. Так мощно фотограф мотивировала двух близняшек. Компанию им составили вот эти очаровательные таксы. Мама и дочка – воспитанницы нашей коллеги Юлии Никифоровой. Опытная заводчица Юля души не чает в своих питомцах и всецело приветствует такие мероприятия, искренне считая, что общение с собакой – это любовь в чистом виде, без малейшей примеси корысти, особенно со стороны собак. Это ведь почему звери были так спокойны? Все просто. Они воспитанные общением с большим количеством людей, собственной породистостью, участием в выставках. Все меньшие братья – воспитанники Магнитогорского клуба служебного собаководства. Огромный респект организаторам фонду «Я женщина». Проект интересный чем? То есть красота женщин и гордость кинологии «Магнитки». Потому что клуб служебного собаководства «Магнитогорский» подобрал для участия в этом проекте однозначно только лучших собак с хорошей выставочной карьерой, чемпионов, титулованных. Ждем, что получится. Собаки, люди, каблуки и поводки с намордниками, косметички и баночки с кормом – все смешалось кучу в этом арт-яралаше. Каким, наверное, и должен быть любой творческий проект. Но без слаженной организации веселый беспорядок быстро превращается в унылый бардак, что точно не входило в планы фонда «Я женщина», которым руководит еще одна наша коллега Марина Сергеева. Она же автор и идейный вдохновитель проекта «Дама с собачкой». Говорит, буквально поражена той сознательностью, с которой собаки подходят к порученному делу. Насколько выдают фотографию этой позы, действительно кадр, они знают, что делают. Хотя, казалось бы, вот девчонки у нас, они не модели абсолютно. Поэтому получается все очень хорошо. Четко, в срок, ну и, конечно, все выглядят просто потрясающе. Добавим, это была чистовая фотосъемка. Наиболее удачные кадры уже точно украсят корпоративный календарь, который увидит свет в самом начале следующего года. Будет ли проект продолжен в том же формате в год змеи, покажет время. Местное. Игорь Гурьянов, Александр Макаров, телекомпания «ТВИН». Продолжаем программу. 18 октября в столице Азербайджана, Баку, открывается 23-я азербайджанская международная выставка строительства, участие в которой принимает и Магнитогорский металлургический комбинат. Азербайджан традиционно является одним из крупнейших потребителей металлопродукции комбината среди стран СНГ. В 2016 году поставки ММК в адрес этой Южно-Кавказской республики превысили 150 тысяч тонн. На стенде «Магнитки» будет представлен широкий спектр металлопродукции, в первую очередь строительного назначения, сортовой прокат, горячекатанный и холоднокатанный лист, оцинкованный прокат, прокат с полимерным покрытием, метизная продукция. В последние годы ММК ввел в строй сразу несколько высокопроизводительных современных агрегатов, выпускающих конкурентоспособную продукцию для строительной индустрии. В их числе три высокопроизводительных автоматизированных сортовых стана, три агрегата непрерывного горячего цинкования, два агрегата нанесения полимерных покрытий, современный комплекс холодной прокатки «Стан-2000», имеющий в своем составе агрегат непрерывного горячего цинкования и комбинированный агрегат непрерывного отжига горячего цинкования. Летом 2017 года в ЛПЦ-11 по ОММК был введен в эксплуатацию еще один агрегат непрерывного горячего цинкования, производительностью 360 тысяч тонн в год, ориентированный на выпуск оцинкованного листа для нужд строительной индустрии, сообщает Управление информации и общественных связей по ОММК. Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» и фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково» подписали соглашение о создании исследовательского центра ММК в «Сколково». Подписи под соглашением поставили генеральный директор по ОММК Павел Шиляев и президент фонда «Сколково» Виктор Виксельберг. Инвестиции в деятельность центра со стороны ММК составят 30 миллионов рублей за три года. С помощью создаваемого центра ММК планирует реализовать на основной промышленной площадке ряд инновационных проектов с годовым экономическим эффектом более 100 миллионов рублей. Основными направлениями исследовательской деятельности на ближайшие три года станут разработка проекта создания на базе ПАО ММК Центра оперативной 3D-печати сложных деталей и узлов технологического оборудования, решение производственных задач методами обработки больших данных, оптимизация имеющихся на рынке решений в области нейросетевых технологий для контроля качества и отслеживания материальных потоков на ММК, разработка пакетных технических решений в области интернета вещей для обслуживания и ремонта производственных мощностей ПАО ММК, поиск и внедрение в производственный процесс ПАО ММК инновационных решений в области новых материалов, производственных технологий, приборостроения, энергосбережения, позволяющих снижать себестоимость производимой продукции, повышать ее качественные характеристики, снижать вредное воздействие на окружающую среду, снижать риски, связанные с охраной труда и техникой безопасности. Маидогорский металлургический комбинат «Не новичок» на площадке Сколково. Мы уже запустили у себя несколько проектов совместно с партнерами со Сколково. Уверен, что все они будут успешными. И сегодня мы сделали следующий шаг, подписали соглашение. Теперь наше присутствие здесь будет постоянно, регулярно. И я считаю, что та атмосфера, которую здесь мы видим, то общение, которое здесь возникает, позволит нам найти и воплотить новые идеи, повысить нашу эффективность. Сообщает Управление информации и общественных связей ПАО ММК. К другим темам. Во Дворце культуры металлургов имени Серго Арджиникидзе состоялась 24-я отчетно выбранная конференция Городского совета ветеранов. В ходе которой были подведены итоги работы за 4 года, определены планы и избран председатель. Несмотря на официальный статус, атмосфера на конференции была близка к домашней, такой, какая бывает на встрече старых друзей. Праздничности добавляла и выставка, которая расположилась в фойе. Она была посвящена юбилею. В этом году Магнитогорскому городскому совету ветеранов исполнилось 50 лет. Сегодня в рядах движения состоит 107 тысяч человек. Она включает три районных совета и 381 первичную организацию. В прошлом году Магнитка заняла третье командное место в областных соревнованиях среди ветеранов. Двое представителей Магнитогорска имеют звание почетных ветеранов Челябинской области. Один из них Николай Соколов. За активную работу в ветеранском движении я уже 16-й год председатель совета ветеранов трестом магнитостроя работаю. И до этого был в качестве заместителя председателя совета ветеранов. Ну а сейчас постоянно занимаюсь с ветеранами. Где-то у нас около трех тысяч пенсионеров. Оказание социальной помощи людям старшего поколения, вовлечение их в спорт, творчество, активную социальную жизнь – главные цели городского совета ветеранов. Все больше становится секций, все больше кружков художественной самодеятельности. Все больше и больше работает кружков по интересам. И мы этим гордимся, мы работаем. Работаем по месту жительства, работаем на предприятиях. И поэтому многие ветераны чувствуют себя хорошо. Члены совета ветеранов – постоянные участники военно-патриотических воспитательных мероприятий в детских учреждениях. И не только. Актив движения – верные помощники городской администрации. Самое активное участие именно в тех реальных делах, которые сегодня мы реализуем в городе. А вы видите, нам в этом году удалось сделать очень многое по городу. И точно хочу сказать, что в том числе благодаря вам. За заслуги и вклад в развитие и процветание Магнитогорска в адрес совета звучали добрые слова. Когда мы говорим о городской среде, и спасибо главе города Сергею Николаевичу, администрации города, то, что сегодня строится парк. Хороший парк. Но изначально я хотел бы напомнить, что это вы настояли на строительство этого парка. Мне остается пожелать вам всего доброго и здоровья, чтобы дальше показывали пример молодому поколению, как надо жить активно и любить свой город. По итогам совещания актив совета единогласно вновь утвердил главой Александра Андреевича Макарова. Ну а в завершении встречи состоялась церемония награждения грамотами и благодарственными письмами разных уровней. В том числе благодарственное письмо Магнитогорского городского собрания депутатов получил коллектив телекомпании ТВИН за освещение материалов о развитии ветеранского движения. Павел Берсенев, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. Коллектив детской художественной школы обращается к жителям города с просьбой помочь спасти жизнь бессменному директору их учреждения Леониду Андреевичу Слингеру. Ему срочно требуются деньги на дорогостоящую операцию и реабилитацию в Москве. Причиной того, что Леонид Андреевич не сразу обратил внимание на опасные симптомы, стала большая загруженность на работе. Напомним, Слингеру пророчили большое будущее как художнику, однако он распорядился своим талантом по-другому, решив дать возможность юным дарованиям магнитке с детства получать качественное художественное образование. 30 лет своей жизни он посвятил становлению и развитию первой детской художественной школы города. Она по праву считается одним из сильнейших учебных учреждений России. Коллектив действительно переживает. Это очень большая серьезная проблема для нас, для всех, потому что, в принципе, детская художественная школа – это Тире, это Слингер Леонид Андреевич. Мы когда-то ездили в командировку, и один человек спросил, есть ли у вас телефон МЧС? Я говорю, нет, у меня есть телефон директора, потому что он в любое время доступен, он всегда готов помочь, ну, просто без него нету школы, без него, ну, вернее, ну, в общем, это не та школа, к которой мы все привыкли. В 87-м году Леонид Андреевич стал директором школы, и он, в общем, увлекался керамикой, керамическим направлением, и со своими единомышленниками. Они собственными силами здесь все перестраивали, потому что было одно маленькое здание, дали второе здание, да, не приспособленное абсолютно к обучению, поэтому они сами перестраивали подвал, делали из этого керамическую мастерскую. В 96-м году в нашей школе появился первый компьютерный класс. Могу сказать, что это вот до каких-то, до 2010-го года вообще в школах не было компьютерных классов. То, что в нашей школе сохраняется именно академическая школа, это во многом благодаря Леониду Андреевичу. Это традиции именно русского искусства, основы, да. Поэтому наши дети с такой легкостью поступают в эти вузы Москвы, Санкт-Петербурга. Я у него училась, и все мое детство, это Леонид Андреевич, он учил меня всем предметам, и рисунку, и живописи, поэтому для меня он был кумиром. Почему я стала художником, почему я стала графиком, это потому что это было заложено с детства Леонидом Андреевичем. Тонкий вкус – это культура художественная, которую он обладает, и он это передаёт прям, знаете, это естественно получается. И каждый выпускник, который у него учился, он этим обладает. Это для него становится базовым уровнем, после которого уже можно дальше идти в искусство. Я вот когда наблюдала за старшекурсниками, как он у них преподавал, я понимала, что я тоже хочу у него учиться, потому что это очень интересно наблюдать, как он объясняет. Он учит детей понимать все формы, линии, всего, что нас окружает, прочувствовать характер, чтобы это всё передавалось, с душой относиться к этому. Он учил, что нужно наслаждаться созданием своей работы, чтобы удовлетворённым быть потом. И вот благодаря этому я вот сдала успешный экзамен и поступила в институт на архитектора. Он как гуру, можно сказать, вот в нашей образовательной среде. Уже более 12 лет на базе детской художественной школы проходят курсы повышения квалификации для преподавателей детских художественных школ и школ искусств. Это тоже говорит о нём, как о грамотном преподавателе, который позволяет не только самому расти, но и организует образовательную среду для того, чтобы коллеги тоже росли. Он бессеребренник. Он думает только о коллективе, о детях. Поэтому его все любят. Он очень надёжный человек, он очень искренний человек. Ну, он очень хороший человек, ему нужно помочь. В настоящее время Леонид Андреевич серьёзно болен. И ему требуется срочная операция и дорогостоящее лечение. Мы обращаемся ко всем, кто может помочь, кто желает помочь, кто помнит Леонид Андреевича, знает его и желает помочь в осуществлении вот этого лечения. Собрать деньги, перечислить на счёт, который уже известен всем, принять участие в благотворительной выставке продажи работ художников и максимально откликнуться на наш призыв. Если мы в кратчайшие сроки сможем собрать эти деньги, то, конечно же, будет результат. О культуре. В драматическом театре имени Пушкина прошла необычная премьера. На подмостках сцены хореографический спектакль «Снежная королева» от А до Я представили воспитанники танцевальной студии «Дети-магнитки». В этот вечер старая сказка Андерсона в современном прочтении на языке пластики прозвучала ярко, талантливо и необыкновенно музыкально. Каково это быть в объятиях «Снежной королевы», расскажет Елена Ткач. Поставить классику, даже сказку, всегда непросто. Сохранить временное наполнение и в то же время заставить звучать современно. У творческой команды спектакля «Снежная королева» это получилось. По словам руководителя хореографической студии «Дети-магнитки», а именно ученики играют на сцене Светланы Поповой, дневная премьера для школьников прошла на одном дыхании. Можно сказать, смело говорить с премьерой, потому что сегодня мы уже отработали один спектакль для школ города. Были замечательные дети, они чудесно и внимательно смотрели, они не хотели уходить из зала. Целый час идет спектакль, дети с огромнейшим вниманием, не отрывая глаз, смотрели за происходящим на сцене. Впереди второй спектакль за один примерный день, вечерний. Буквально через несколько минут прозвучит третий звонок и зрительский зал начнет дышать в унисон с тем действом, что происходит на сцене. Но чтобы эта магия случилась, нужен актерский талант, невероятная работоспособность и самоотдача. Дети-магнитки это знают и умеют. Очень волнительно не оправдать надежды руководителей и тех людей, которые заняты в этом спектакле. И поэтому внутри сердце колотится. Ну, очень страшно на самом деле. Но вроде бы мы не подвели. Диггеры, хакеры, виртуальная реальность. Либретто классической сказки Андерсона «Снежная королева» буквально соткана из современных персонажей. Старая история в хореографической интерпретации детей-магнитки звучит на новый лад. Кай увлекается компьютерной игрой и пропадает в виртуальном мире. Герда отправляется на его спасение. Преодолевая серьезные испытания в современном мире, когда живое общение заменили гаджеты, именно виртуальная реальность и есть то самое царство холода «Снежной королевы». К этому театральному дню студия шла давно, и речь не только о репетиционном процессе, сценарии, который за год пережил серьезные метаморфозы. Стало понятно другое. Коллектив «Дети-магнитки» за 15 лет творческой жизни возмужал и вырос до серьезных, профессиональных вершин. Маленькие актеры смогли воплотить большие замыслы взрослых. Педагогов студии, хореографа-постановщика Антона Овчинникова, художника Алексеева Тикова, композитора, автора музыки Сергея Лурана. Хочу сразу сказать, что команда была настолько профессиональная, что было работать очень интересно. Это, наверное, главное. Для меня, как для композитора, было очень интересно. Потому что были какие-то находки. Несмотря на то, что это классический сюжет, какие-то новшества, опять же, вызывали какой-то интерес. Мы поворачивали эти сцены немножко по другим углом, ракурсом на это все смотрели. Конечно, это все в музыке отразилось, потому что это не просто прямолинейная академическая музыка, это такой синтез различных стилей, различных жанров. А в финале рассказа о событии пусть прозвучат слова, которые оставил один из зрителей премьеры в соцсетях. Звучит это так. Невероятное, сильное, искреннее событие. Тем, кто скучает по ярким эмоциям, сетует на скуку, серость и жесткость жизни, обязательно быть и смотреть. Дети вам расскажут и покажут то, о чем вы забыли, что в себе утратили. Они вам вернут все это. Только вы держите и старайтесь не терять. Так что к просмотру всем, детям и взрослым, обязательно. Елена Ткач, Аркадий Стариков, телекомпания ТВ. О новостях спорта через несколько секунд. В Центре помощи детям «Надежда» большое спортивное событие. На его территории открыли сразу три спортивные площадки. Футбольную, баскетбольную и волейбольную. Поздравить ребят с этим событием пришли высокие гости. Подробнее обо всем в сюжете Евгении Солхудиновой. Как настроение? Да! Открытие новых спортивных площадок. Этого момента в Центре помощи детям «Надежда» и дети, и взрослые ждали с нетерпением. И вот, наконец, свершилось. Итак, стройся. И на площадку шагом марш! Музыка. Строительство спортивных площадок началось еще в июне. Продолжалось все лето. Итог большой работы – три игровые зоны. Футбольная, баскетбольная и волейбольная. Площадь каждой больше 250 квадратных метров, высота ограждений – 3 метра. Покрытие, ворота, кольца – все соответствует новейшим стандартам качества. Сейчас очень активно пропагандируется здоровый образ жизни. Это для нас, конечно же, тоже является приоритетным направлением воспитания наших детей. Мы проводим на базе центра очень много спортивных мероприятий. Площадки удобные, современные, безопасные. На праздник к детям пришли высокие гости, причем высокие в прямом смысле этого слова, игроки команды «Динамо» баскетбольного клуба «Металлург-Магнитогорск». Мастера спорта России, чемпиона, показали ребятам мастер-класс. Научили правильно вести мяч, обводить соперников и, конечно, попадать точно в цель. Очень сильно рады, хорошие площадки построили, можно играть, спортом заниматься, зимой в хоккей играть. Вообще очень хорошо даже. Кстати, про хоккей ребятам на празднике рассказали, что зимой футбольное поле превратится в большой каток. А это значит, что сегодня в подарок дети получили не три, а сразу четыре новые спортивные площадки. Огромное поле для творчества. Евгения Солхудинова, Александр Макаров, телекомпания «ТВИН». И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. О новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете в наших группах, в социальных сетях и на нашем сайте tvdfisyn.ru. Впереди вас ждут коммерческая информация, а также прогноз погоды на 19 октября. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова